В очередной раз в Уфе подняли цены на бензин. Это происходит уже в шестой раз в этом году. В связи с этим антимонопольная служба созвала экспертный совет, чтобы выяснить в чем же причина такого роста. Заседание проходит в закрытом режиме, а представители топливных компаний отказываются давать комментарий. Информация-то у нас есть. В принципе, суть проблемы мы понимаем. Ее понимаем и мы на местах понимаем. Мы понимаем этот центральный аппарат. Проблема непростая, решение тоже очень непростое. Говорить однозначно о том, что компании, которые занимаются розничной продажей бензина, наживаются на этом, я бы сейчас не стал. А мы решили выяснить, как относятся к повышению цен чуть ли не каждую неделю уфимские автовладельцы. Не сказать, что положительно, негативно. У меня нет слов, одни эмоции просто. Это издевательство просто какое-то. Мы как будто такое ощущение, что бензин приводится к нам с другой планеты. Как оказалось, не все знают, из чего формируется стоимость литра бензина. Транспортировка, переработка нефти. Себестоимость добычи самой нефти. А это менее 19% от стоимости литра бензина. Из чего же формируется цена? Например, возьмем стоимость 92-го бензина за май в Москве. Исходя из аналитических данных Российского топливного союза, получается, что львиная доля – 48% – это налог на добычу полезных ископаемых и НДС. Почти 20% – акцизы. Прибыль самой топливной компании не превышает 7%. Антимонопольная служба постоянно контролирует цены на бензин. В случае их завышения топливной компании выдадут предписание о понижении стоимости. Если же этого не будет сделано, ее ожидает штраф. Что решили на экспертном совете в антимонопольной службе, мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Марат Ганеев, Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ.